Нужно перенести мудрость в медицину, а медицину в мудрость считал древнегреческий целитель Гиппократ. Здравствуйте, в эфире про здоровье, и вот о чем расскажем сегодня. Защитные костюмы, закрытые боксы, как в лаборатории выявляют коронавирусную инфекцию. Необходимый ремонт больницы и аптека. Какие изменения ожидают сферу здравоохранения Новосибирского района? Спасти от инфарктов и инсультов. Почему в региональном сосудистом центре номер два пациентов стало на треть больше? Ремонт медучреждений, организация аптечных пунктов, консультативная приема узких специалистов. Вопросы, которые волнуют жители Новосибирского района, медики и чиновники обсудили на выездном совещании. Новый корпус Ярковской участковой больницы возводить начинали еще в 85-м году. В середине 90-х почти достроенное здание забросили. Эксперты уверены, для медицинских нужд его уже не восстановить. Необходим инвестор, чтобы привести недострой в порядок и реализовать на этой базе свой проект. А вот здание Ярковской участковой больницы функционирует уже многие десятилетия. Без ремонта ему не обойтись. Задача ресурсов опять же объединить, выйдем на губернатора, постараемся и проблему эту обозначим с тем, чтобы соответствующее финансирование надо подключать, кровлю ремонтировать. Ну, может быть, какие-то обследования провести с тем, чтобы наводить порядок. И здесь, я думаю, что сейчас посещение Анатолия Васильевича даст толчок к решению этой проблемы уже в самое ближайшее время. Здание осмотрели, первые работы планируют начать уже летом. Здесь необходимо со специалистами провести экспертное исследование. И в ближайшее время мы это сделаем. Мы подведем с нашими специалистами из управления капитального строительства, из нашими строителями, областной клинической больницы Минздрава. Оценим эту ситуацию. Будет от областной клиники и консультативная помощь. К Ярковской участковой больнице прикреплены почти 9 тысяч пациентов. Как только карантин будет снят, туда направят передвижной модуль. Здоровье жителей сельсовета проверят узкие специалисты. Состоится выезд и в соседний сельский совет, в поселок Тулинский. Мы делали небольшой обход здесь, в местной врачебной амбулатории вечером. Значит, руководитель очень четко понимает, какие специалисты, сама его стребована. Она их озвучила. Это и тот же терапевт общего профиля. И стоматолог, челюстно-лицевой хирург, и травматолог, и невропатолог. Еще одна проблема поселка – отсутствие в Тулинском аптеке. Купить лекарства можно в Верхтуле или Новосибирске. Вопрос с аптечным пунктом на контроле главы района. Сейчас определяются с помещением. 50 миллионов из резервного фонда губернатора пойдут на приобретение нового оборудования в лабораториях, которые выполняют диагностику на ковид-инфекцию. Сейчас в Новосибирской области, кроме Вектора, такие тесты делают в 10 лабораториях. Нам удалось побывать в одной из них. Теперь декоративная косметика только на выходных. На этой строчке семейного бюджета и экономия, шутит фельдшер-лаборант Людмила Герасимова. Зато вздыхает, увеличились траты на кремы. Необходимо более питательные. Кожа сохнет из-за постоянной дезинфекции. Вся команда прошла обучение и инструктаж в лаборатории особо опасных инфекций. Знают, как работать с возбудителем второй группы патогенности. Страшновато было, потому что вот эта вот атака СМИ изначальная по поводу ковида, как-то маленькая паника была какая-то. Ну а потом успокоились и все нормально. Не думаешь уже об этом, потому что ты защищен, ты выполняешь все правила. Специальный комбинезон, маска полнолицевая с фильтрами, очки, резиновые сапоги, двойные перчатки. В опасный бокс медики отправляются экипированными по всем правилам. В этом помещении медики на передовой. Идет самая ответственная работа – первичная подготовка к выделению ДНК. ПЦР-диагностика – один из наиболее точных методов для определения инфекции. Заведующий лабораторией Владимир Галкин рассказывает, реагенты и все необходимые расходные материалы получают бесперебойно. Наборы, на которых работают, новосибирского производства, одного из крупнейших производителей тест-систем. Программное обеспечение этой же компании. Это после разбора материала, после выделения ДНК, после раскапывания специальных реактивов в ультрафиолетовом боксе, ставится амплификация, и через час 44 у нас получаются вот такие вот результаты. Зеленый – это контроль, а красненький – это вот как раз те, которые оказались положительными. От приема материала до построения такого графика проходит 6-7 часов. Эти результаты считаются условно положительными. Затем их отправляют на подтверждение в лабораторию особо опасных инфекций Центра санэпиднадзора. В новом режиме в лаборатории областной больницы трудятся уже полтора месяца. Отмечают – работа прибавилась в два раза. На нас возложено обязательство Министерством здравоохранения, что мы обследуем всех пациентов из других лечебных учреждений, из своего лечебного учреждения, так называемой вне больничной пневмонией. И вторая категория группа пациентов, которых мы обследуем на COVID-инфекцию – это медицинские сотрудники, специалисты областной клинической больницы по необходимости. Охват населения тестированием – один из самых высоких в Сибирском федеральном округе. В Новосибирской области развернули 10 лабораторий ПЦР-диагностики. На их дооснащение в регионе выделили 50 миллионов рублей. Губернатор из резервного фонда выделил средства на дооснащение ПЦР-оборудованием, автоматизированной системой выделения нуклеиновых кислот, амплификаторы. Мы будем размещать эти заявки фирмам-производителям. В рамках нацпроекта здравоохранения сейчас идет масштабная реконструкция лаборатории на базе первой горбольницы. Если будет потребность, то там уже через 2-3 месяца смогут также выполнять экспресс-диагностику на коронавирус. Дети, заболевшие коронавирусом в Новосибирской области, получают помощь в детской больнице номер 3. Чтобы освободить койки для зараженных, маленьких пациентов с иными диагнозами перевели в другие больницы. Екатерина Стывко об изменениях маршрутизации и о том, как выявляют ковид у детей. В детской городской больнице номер 3 для маленьких пациентов с подозрением на коронавирус выделили целый корпус. Это около 160 коек. Сейчас он заполнен практически наполовину. Самому маленькому пациенту, который находится в реанимации, всего 10 дней. В отделении реанимации тишина. Вход в так называемую красную зону отдельный, чтобы не допустить вспышек внутрибольничных инфекций. Врачи оборудовали несколько изолированных боксов, где будут оказывать помощь детям с COVID-19. В одном из таких уже есть пациент. Малыш появился на свет раньше срока от коронавирусной матери. Сейчас его выхаживают медики. На всякий случай в противочумных костюмах. Согласно приказу, эти дети изолируются, учитывая возможность коронавирусной инфекции у новорожденного ребенка, до 28 суток. Они обследуются точно так же. То есть берется мазок в первые сутки с момента рождения. После разобщения мамы с ребенком берется мазок на третью, на десятую сутки. Если тесты будут отрицательными, ребенка переведут на базу областного перинатального центра. Теперь именно туда перенаправляют всех недоношенных детей, которых раньше лечили в мочище. В качестве инфекционного госпиталя третью городскую больницу выбрали не только из-за обособленности зданий. Буквально в этом году медики приобрели новый высокоточный томограф, который быстро и безошибочно определяет, есть ли уплотнение в легких. Когда мы организовали здесь койки, мы исходили из того, что ковидная инфекция не должна ухудшить оказание экстренной и неотложенной медицинской помощи детям других профилей. В других профиле у нас здесь существует еще один корпус. Персонал отдельно, он работает только в этом корпусе. Соответственно, два корпуса соединены подземным переходом, которые сейчас не функционируют. Маленьких детей лечат вместе с инфицированными родителями. Госпитализируют в семейные палаты на несколько недель. Потом взрослых переводят в другие госпитали. Дети переносят заболевание достаточно легко. Наверное, процентов 30 – это средняя степень тяжести, а 70 – это легкая степень тяжести респиратурной инфекции. Что такое средняя степень тяжести у ребенка? Это умеренно выраженные симптомы интоксикации, лихорадка выше 38,5. Ну и такое нарушенное общее самочувствие ребенка. Медики готовы к возможному увеличению количества пациентов. Но не только из-за коронавирусной инфекции, из-за ранней весны. Тяжелотекущие ОРВИ, грипп, пищевые отравления, клещевой энцефалит – спутники сезона. Врачи призывают не забывать о риске возникновения и этих болезней. В период противодействия коронавирусу на передовой находятся и участковые врачи. Какие они принимают меры, чтобы снизить риск распространения инфекции, расскажет Станислав Блинов. На плечах врачей сегодня лежит тяжелая задача. Они не только спасают жизни в больницах, но и продолжают наблюдение за пациентами, которые находятся в группе риска. Для этого они приходят к пациентам на дом. Здравствуйте, это врач. Читайте, Киев, 22-го липня 41-го года. Вот моя семья. Папа был ум-директор бронетанкового завода номер 7 в Дарнице. Валентине Акимовне 20 апреля исполнилось 87 лет. Видела войну, эвакуацию и восстановление страны. Подняла детей. Сегодня главная проблема – гипертония. Пришлось встать на учет в больницу. За прошедшие полтора месяца на улицу выходило 4 раза, по крайней необходимости. Как все проходит? Все принимаете? Ирина Владимировна, я все принимаю. Выполняю четко. Ну, не плохо. По 30 на 70. Ну, от радости. В первую очередь врач добротой должен помочь. Это первое. Если врач тебя принимает, и ты чувствуешь, что он интересен этому врачу, я считаю, это врач. В день участковый терапевт успевает обойти 8-10 адресов, на которых живут люди с хроническими неинфекционными заболеваниями. На участке Ирины Куликовской на диспансерном учете таких около 700 человек. После осмотра назначений я выписываю рецепт, передаю своей участковой медсестре, которая получает препараты и доставляет пациентам на дом. 27-я поликлиника – самое большое медицинское объединение региона. 110 участков – около 175 тысяч человек. Если у пациента есть признаки ОРВИ, он считается потенциально опасным. На такой вызов выезжает специальная бригада. Каждая за смену отрабатывает примерно 30 вызовов. Надо понимать, что мы не регламентируемся рамками 7-8 часов в рабочий день. Это может быть гораздо больше. По необходимости, сколько надо, люди столько отрабатывают. А в бригадах тем более специализированных. Оплачиваются переработки. Оплачивается. Дополнительная работа, почасовая. Руководство, то есть 415-м постановлением правительства, да, оплачивается. На сегодняшний день у врачей 27-й поликлиники существует месячный запас средств индивидуальной защиты. Маски, шапочки, бахилы, перчатки и одноразовые халаты. Набор зависит от каждого конкретного случая. За количеством комплектов следит Министерство здравоохранения и в случае необходимости выполняет запасы. На треть больше пациентов стало на период карантина в региональном сосудистом центре номер 2. Медики связывают это с новой маршрутизацией. Теперь туда доставляют тех, кто раньше попал бы в 11-ю больницу, которую перепрофилировали под инфекционный госпиталь. Сегодня уже чувствует себя здоровым и рвется домой. Но только вчера утром Виктора Белокреницкого привезли на реанимобиле из Купинского района с подозрением на инфаркт. И уже где-то к обеду мне объявили, что операция будет. Операция, операция. Честно говоря, очень-то приятно было заслышать. С какие-то операции, это же не постарись, а пойти. Ну, все привели туда, в операционную. Что-то все молодые, господи, как это. Говорит, перед операцией опасался больших разрезов. Да так ничего и не почувствовал. Процедуры мало травматичные. Сначала определили место и степень сужения коронарной артерии. Затем установили стенд, то есть расширили сосуд специальной конструкцией. Восстановили кровоток. Если человек стандартный, если у него не запущено каких-то незапущенных заболеваний, то все происходит в течение буквально минут 20-30. Бывают, конечно, детали, когда человек, допустим, сильно полный или сильно худой, или у него сердце может быть вообще в другую сторону повернуто. Тогда бывают проблемы. Ну, некоторые вопросы, как процедура затягивается. Выполняют процедуры на новом ангиографе, который несколько месяцев назад получили по национальному проекту здравоохранения. Сейчас в больнице два таких аппарата. И работы хватает в обеих рентгеноперационных. Поток пациентов в региональном сосудистом центре номер 2 вырос на треть. Пришлось увеличить площади и развернуть дополнительные койки. 11-я городская клиническая больница, когда приобрела статус ковидного центра, соответственно, на ее базе располагался первичное сосудистое отделение. Поток этих пациентов, он переключился на сосудистые центры, которые находятся на территории города Новосибирска. И какую-то часть из этого потока пациентов мы переключили на себя. Стали принимать больше экстренных пациентов из мегаполиса, не уменьшился и поток из районов области. Плановые госпитализации отменили, но в случаях, когда отложить помощь нельзя, больных доставляют и на реанимобилях, и на вертолете санавиации. Целесообразнее их как можно быстрее ревоскулиризировать, то есть восстановить кровоток, не дожидаясь обострения ситуации, и быстрее обернуть их. Стараются обеспечить максимальную безопасность. В Новосибирской областной больнице, которая не занимается лечением пациентов с коронавирусом, выделили желтую и красную зоны. Если хоть малейший риск есть, мы что делаем? Мы пациенты. И у него же есть аппендицит. Пациенты прооперировали в определенных условиях, и затем госпитализировали его в желтую зону. Для чего? Чтобы там, как вы говорите, по показаниям, сделать ему экспресс-метод диагностики. И это, кстати, делается в областной больнице. Дальше говорим, аппендицит прооперировали, вылечили, ковид у тебя нет, все, будь счастлив и здоров. Но если он плюс, тогда другая схема. Тогда инфекционный плюс. Сейчас в Новосибирской области действуют четыре региональных сосудистых центра на базе первой горбольницы, областной, дорожной и клиники имени академика Мишалкина. В этом году планируют открыть еще один РСЦ в Академградке. Далее об актуальных вопросах по оказанию медицинской помощи в период охранных мер по профилактике коронавирусной инфекции. Как сейчас пройти диспансеризацию? Проведение диспансеризации приостановлено в связи с временными охранными мерами по профилактике коронавирусной инфекции в Российской Федерации. После улучшения эпидемиологической ситуации проведение всех профилактических мероприятий будет возобновлено. Могут ли отказать в оказании экстренной помощи из-за того, что сейчас все направлено на борьбу с COVID-19? Экстренная и неотложная медицинская помощь оказывается своевременно и в полном объеме, несмотря на распространение коронавирусной инфекции. Но в настоящее время эта помощь оказывается при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических норм. Могут ли отказать в проведении очередного курса химиотерапии пациенту онкологического профиля из-за ограничительных мер по коронавирусной инфекции? Есть медицинские процедуры, которые нельзя отсрочить даже по эпидемиологическим показаниям. К ним относятся и проведение курса специфической терапии злокачественных новообразований. Введение лекарственных препаратов при онкологических заболеваниях осуществляется с определенной кратностью в определенные сроки. И прерывать курсы проведения химиотерапии нельзя, поскольку от этого зависит эффективность лечения и жизнь пациента. Для таких пациентов особенно важно соблюдать меры профилактики. Имеет ли право медицинская организация требовать при госпитализации результат исследований на наличие новой коронавирусной инфекции COVID-19? Требование наличия результатов лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции при плановой госпитализации по обязательному медицинскому страхованию является нарушением прав застрахованного и не предусмотрено утвержденными нормативными документами Минздрава Российской Федерации. Короткую жизнь мы не получаем, а делаем ее такое. Не бедны мы жизнью, а пользуемся ею расточительно. Жизнь длинна, если ею умело пользоваться, сказал древнеримский философ Луций Аней Синека. Будьте здоровы, всего доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...